Разберем, как купить, как продать криптовалюту с карты на карту на примере одного из моих аккаунтов. Вот тестовый такой аккаунт на Binance. Нахожусь я сейчас в вкладочке кошелька. Мы видим сейчас здесь баланс криптовалют у меня какой-то есть, текущая его примерная стоимость в рублях, ну и фиатные какие-то вот валюты, там 30 копеек в евро, 3 рубля в рублях, ну и в основном все в крипте, такой тестовый аккаунт у меня есть. Так вот, на его примере, как, собственно, мне эти деньги вывезти, покажу. Или наоборот, так как у вас аккаунт будет в самом начале биржевой нулевой, нужно же эти деньги как-то туда завести. То есть у нас есть, допустим, 30 тысяч рублей на карте, мы хотим их завести на биржу, чтобы потом поменять на биткоин, им торговать, покупать, продавать, это понятно. В общем-то, что нам нужно делать? Разберем сейчас, например, биржи Binance. Разберем вкладочку купить криптовалюту. Вообще у нас дальше по ходу курса будет подробный обзор биржи. Вообще все-все-все до деталей объясню, что здесь куда нажимать на пример этой биржи. В принципе, такой функционал есть практически на каждой крупной платформе сейчас. Раньше с этим были проблемы, конечно. Но, кроме того, есть еще-таки относительно, там время от времени курсы меняются, ну, более выгодные считаются варианты. Но разберем сначала самый простой, как вот не выходя с платформы, собственно, пополнить баланс. Купить криптовалюту, пополнение с карты. Нажимаем. И попадаем на страничку депозита. Вот у нас есть вариант ввести сумму в рублях. Минимальная сумма, по-моему, тут около... Давайте посмотрим, чтобы не обмануть. 1200 рублей. Максимально 442 тысячи рублей. Возможно, у вас тут будут другие цифры, потому что у вас может быть неверифицированный аккаунт. Хотя, на самом деле, не знаю, этот аккаунт у меня верифицирован или нет. Возможно, нет. Хотя, полмиллиона можно унести. Наверное, все-таки какая-то верификация базовая тут есть, точно не полная. Так вот, такие вот у меня лимиты. Возможно, здесь у меня паспорт загружен. Так как нельзя на один паспорт несколько аккаунтов делать. Возможно, скорее всего, даже не мой паспорт тут загружен. Ну, неважно. Не знаю, не смотрел, не помню. Вот такие здесь есть лимиты. Но обратите внимание, значит, какая тут есть подлянка, какой подвох. Тут будет 3.3% комиссии. Это довольно много. То есть, обратите внимание, что если вы 100 тысяч рублей сюда пополните, у вас 3.300 просто так спишут за счет комиссии. Есть варианты с адвокэша пополнить и с пэйра. Вот честно сказать, даже на 70 миллионов рублей можно пополнить с адвокэша. Вот честно сказать, их я не тестировал, не знаю. Но обратите внимание, 0% комиссия адвокэш и 0,5% комиссия с пэйр. То есть, это гораздо выгоднее. Но вопрос, нужно еще регистрироваться на этих платформах? Я за них ручаться не могу. Когда-то давным-давно у меня кошелек на пэйре был. Я там данные даже не вспомню. И что самое интересное, когда пополняешь счета вот здесь, вот там комиссия еще берется. То есть, я не могу ручаться, насколько это выгодно. Что вот я пользовал? Это вот 3.3% комиссии. Когда небольшие суммы пополняешь, ну типа 1200 рублей. 3.3% это будет, ну сколько, 30, 40, 50 рублей. В принципе, ну 40 рублей. В принципе, немного. То есть, небольшие суммы пополнить можно. Если вы какую-то существенную сумму закидываете, ну даже вот если 30 тысяч мы внесем, да, то комиссия составит, ну уже 1000 рублей. Вот это уже, конечно, по карману бьет, бьет. Можно использовать другой вариант, который мы чуть-чуть позже в этом видеоролике обсудим. Давайте посмотрим, как можно вывести деньги. То есть, преимущество этого метода в чем? Вообще париться не надо. Просто зашел, в два клика, ввел карту, купил, все. Может быть проблема. Некоторые встречаются, особенно если раньше вы не проводили операции в интернете или делали это нечасто, и вот там вы какую-то крупную сумму, допустим, там 100 тысяч рублей, хотя у некоторых и 30 тысяч рублей будет крупная сумма, если у вас оборот по карте небольшой, банк может заблокировать транзакцию. Что в этом случае делается? Ну, в принципе, элементарно. Просто пишем там в поддержку или звоним в поддержку, то есть, какой у вас там банк, есть ли у них там чат, насколько там быстро отвечают. Сказать, типа, а в чем проблема, разблокируйте у меня этот вывод. Ну, могут карту заблокировать, еще надо написать, разблокируйте карту, это не мошенническая операция, но это типа, чтобы, обезопасить ваши деньги, они такие, это точно вы делаете операцию? Вы говорите, да, это точно я делаю операцию, вам разблокируют карту, потом, можете еще раз попробовать, снова могут заблокировать. Вы пишите конкретно в чат, поскольку там обычные люди сидят, обычные менеджеры, они, ну, часто студенты там сидят на поддержке, особенно на небольших счетах, если у вас нету премиум статуса в банке. Если вы не премиальный какой-то человек по меркам банка, там студенты, возможно, сидят, не очень понимающие, вы им конкретно говорите, мне нужно провести транзакцию, это не мошенническая операция, разрешите мне, во-первых, карту разблокируйте, он меня снова разблокирует, и, во-вторых, скажите, мне нужно в интернете совершить операцию на такую-то сумму, разрешите мне это по лимитам. И он такой, а, все, понял, и разрешает. То есть вот такие вот штуки. Проблем, в принципе, быть никаких не должно с этим, разве что вот минус есть с тем, что комиссия здесь 3,3%. Что касается вывода, давайте посмотрим. Вот у меня там 3 рубля, вывод отсюда я, честно сказать, не заказывал. Но фактически здесь комиссия поменьше, тут 50 рублей минимально, комиссия плюс 2%. Сколько минимум снять можно? Давайте посмотрим. 200 рублей, ну, с 200 рублей там 50 рублей комиссия снимут. Ну, понятно, что смысла выводить 200 рублей нету. Ну, чем больше вы разным выводите, тем лучше. Вот здесь могут вопросы появиться в каком в плане формате. То есть если вы на карту деньги выводите, вот там могут появиться вопросы. У меня никогда такого не было. Ну, отсюда я вот и не выводил, я с других штук это использовал. Могут появиться вопросы, а откуда эти деньги? Банк вообще не вправе никак ваши средства удерживать, но он вправе спросить вообще, откуда эти деньги. У меня, поскольку не было такого опыта, я могу сказать только в теории, вот насколько я слышал, что делали люди, когда у них морозили счет, спрашивали, откуда эти деньги. Но, я вам так скажу, если у вас оборот по карте не 10 миллионов за месяц, скорее всего, вообще никакой проблемы не возникнет. Но, еще раз, если у вас суммарно, там, вы не особо картой пользовались, особенно если в интернете не особо оплачивали, вам не особо часто переводят, а потом вы разным 100 тысяч рублей получите, может бот заблокировать на подозрительную транзакцию, типа, что это за деньги, а вдруг мошенник какой-то, да, вдруг какой-то отмыв пошел. Вот, в таком случае, в принципе, в теории, крипта у нас не легализована в стране, но она и не запрещена, по крайней мере, на момент записи этого видеоролика, там какие-то разные законопроекты вроде как в слушании, то ли запретить, то ли как-то легализовать, как имущество, пока что нет ничего такого трактования. Можно сказать, что либо вам какой-то там друг перевел и так далее, ну, то есть там уже сами можете в чате с менеджером общаться. В теории можно сказать прямо, то есть я вот такую-то сумму вывел с криптовалютной биржи, там пойдет согласование, вообще, что это такое менеджер, не в курсе, вот студенты сидят, не в курсе, как это вообще трактуется. Но в теории вам банк не может средства заморозить. Он может спросить, а типа, вот вы на крипте заработали, а налоги-то кто вообще платить будет, откуда эти деньги, что за отмыв идет. Налоги вы платите один раз в год, то есть вы 13% НДФЛ заполняете декларацию, вы должны типа с этих денег заплатить 13% НДФЛ. В конце года вы можете в чат написать, типа, да, конечно, налоги все будут уплачены, конечно, я все записываю, веду сам себе бухгалтерию, конечно, 13% такая-то сумма, там 100 тысяч выводите, типа, скажите, что на 30 тысяч я пополнял, 100 вывел, 70 тысяч рублей налогоблагаемая база, 13% вот такая-то сумма, все записано, все расписано, конечно, в конце года оплачу, естественно, вы же не налоговая, что за вопросы. И вам, в принципе, разблокируют. То есть с этим проблем быть никаких не должно. Ну, вот если вы в конце года там как-то не укажете это в декларации, хотя, еще раз скажу, да, в декларации нету пункта, типа галочка, что я заработал с криптовалютой, там такого пункта нету. Ну, налоговая, если вы хотите денег отдать, там можете как-то подписать это другим образом, типа налогоблагаемая база 70 тысяч рублей, там, соответственно, сколько там, тысяч 8-10, да, 13% от этой суммы вы хотите отдать налоговой, вы, соответственно, укажете, так как укажете, так налоговая примет в принципе, так что тут проблем быть не должно. Вопрос, что будет, если не укажете, ну, там уже, там уже, там уже вопрос к налоговой, не знаю, как у них будут работать алгоритмы, там через год, через два, но фактически, вот сколько я общаюсь с людьми, мне много людей рассказывают, что если у вас наоборот не 10 миллионов рублей в год, да, ну, вроде как люди вообще ничего не делают, не парятся, никаких деклараций не подают, но это вопросы к этим людям, вот, то есть я не могу ручаться, за это я не знаю. Вот, здесь я тоже не выводил, но 2% комиссии плюс 50 рублей, то есть в принципе плюс этого метода в чем? В простоте, то есть вы просто в 2 клика можете с карты пополнить свой счет, если какие-то будут вопросы, они в принципе решаются, ну, достаточно быстро, вот, если, есть другой вариант, если вы пополняете счет сразу криптовалютой, тут комиссии на пополнение нету, то есть если у вас на кошельке, где-то с вами на компьютере лежит биткоин, вы можете этот биткоин, вот, в криптовалюта, биткоин, там какие-то кошельки, кошельки свои, а, это вывод, вот, вот, какие-то там кошельки свои, вот, кошелек мой, на них просто перевод сделать, но, скорее всего, уже нет криптовалюты, что делать в таком случае? Я сейчас расскажу в теории, как это работает, в теории, как это работает, дальше, по ходу курса, я думаю, что приложу ссылки, можете ознакомиться, можете сами найти, и в принципе, это не проблема, главное не попасть на мошенников, вот, я приведу ссылки конкретные, где в теории должно быть все окей, но всегда остерегайтесь, то есть, всегда может все поменяться, сегодня все хорошо, завтра будут какие-то вопросы, поэтому, я что рекомендую сделать, вы когда, если пополняться будете, допустим, на 30 тысяч рублей хотите пополнить, вы разбейте это на минимальной транзакции, по 5 тысяч рублей, до начала вам так будет спокойнее, потому что, если какая-то задержка, нам пополнение на час произойдет, у вас сердце прихватит, по своему опыту, первому говорю, что 30 тысяч рублей отправил, на бирже их нет, какая-то задержка идет, куда обратиться, и приходит через час, такой выдыхаешь, слава богу, уже хотел плакать, что у тебя 30 тысяч рублей, а отняли мошенники, то есть, вот тут вот минимальная транзакция, пришли 5 тысяч, отлично, следующие 5 тысяч пополняем, вот так вот, ну, там сами разберетесь, каким образом в теории это должно работать, есть обменники, обменники, что это такое, это специальный сервис, куда вы заходите, выбираете, где у вас деньги лежат, вот выбираете там теньков в рублях, и выбираете, что вы хотите купить, допустим, вы хотите купить биткоин, что это происходит, это сторонний сервис, не биржевой, вы на биржевом сервисе, нажимаете там пополнение с, вот еще раз, да, пополнение с карты, покажу, как это делается, вот пополнение с карты, потом тыкаете пополнение в крипте, то есть криптовалюта, вот пополнение криптовалюты, биткоин, и вот у вас есть кошелечек биткоин, вот эти вот цифры, вы копируете, Внимательно все цифры копируете Потому что если вы там какую-то цифру не так впишите Не так что-то укажете Деньги сгорят, уйдут вообще в никуда То есть очень внимательно копируем То есть выделяем, там правая кнопка мыши, копировать Ну или вот тут есть кнопочка, вот она, эта кнопочка Эта кнопочка вам скопирует Скопирует этот код Вот И в стороннем бомбиннике вы выбираете Где у вас деньги лежат, допустим, тиньков, рублей И что вы хотите, вы хотите биткоин Нажимаете продолжить, указываете номер карты Откуда вы хотите Типа полностью, или там даже номер карты указывать не нужно Там просто реквизиты вам могут высветиться Типа переведите деньги вот по таким-то реквизитам И укажите реквизиты, куда отправить биткоина вам Мол, и вы вот в эти реквизиты Свой биткоин кошелек вставляете Нажимаете создать операцию Операция там создается и вам дают реквизиты Вот куда деньги переводить Или вы там указываете номер карты, у вас списывают эти средства Вот, но это сторонние сервисы, которые тоже комиссию берут И вот комиссия меняется постоянно То есть где-то бывает дешевле А иногда Может быть даже дороже, чем пополнить крипту Отсюда Сразу с биржи Чаще всего будет дешевле Чаще всего там 1-1,5% комиссии Да, 1-1,5% придется отдать В любом случае Но вот Можно, можно сделать пополнение Лайфхак Лайфхак В случае, когда вы пополняете в биткоине И там транзакция может занять до часа Вот это курс биткоина Он постоянно скачет И дело в том, что вы можете купить биткоин там с карты Через обменник сторонний Вот тут курс А потом он придет вам через 2 часа А вот курс будет уже вот здесь И на бирже вы будете иметь биткоины Вам нужно их там продать в рубли Чтобы у вас рубли лежали Или доллары, да, на которые торговать в дальнейшем И вы в моменте можете его продать еще и Себе в убыток То есть Он может упасть на те же 3% То есть может вообще невыгодно получиться Чтобы так не происходило Вы делаете следующее Заходите на Binance Заходите в ввод криптовалюты И вводите Пополняете счет не в биткоинах А в USDT USDT У БТЦ там У биткоина БТЦ Название это тикер называется Такая штука вот сокращенно Вот это тизер US USDT Что это такое? Это криптовалюта Которая по курсу всегда равна 1 доллару То есть вот у меня 1,9 этой крипты есть Это 1,9 доллара И она не будет скакать То есть вы можете в обменнике выбрать Что хотите снять деньги с тиньков Допустим рубли или там Сбербанк Неважно А купить хотите USDT И вот тут другой кошелек Обратите внимание И тут чуть сложнее Тут есть разные кошельки Вот вас даже предупреждают Что есть разные кошельки И нужно очень внимательно там выбрать USDT Выбрать конкретный кошелек У нее будет конкретный номер Видите, тыка на руках шлюк Номер меняется Вот тут вообще два номера Очень сложно, да, для новичка будет Вот я сюда тыка Вот номер 1 Вот сюда тыка там номер другой Как видите Вот и очень важно Что когда вы пополняете тот же USDT Через обменник какой-то Вы должны выбрать Что хотите получить Во-первых USDT И во-вторых Тыкнуть вот ERC20 Или OMNI Или TRC20 И выбрать штуку Типа вот ERC20 Хотите вот этот кошелек Если вписать Выбрать там что-то ERC20 Или если обменник поддерживает Только какой-нибудь OMNI И там будет выдумление Что только OMNI вводите Очень внимательно это читайте И копируйте кошелек Именно вот этот OMNI Вот Но проще всего Еще раз скажу В два клика Пополнить просто с карты Однако комиссия Да, 3% за ввод Конечно вы можете Целиться в 30% доходности Тогда ну 3% комиссии Это в принципе ничего И если вы не хотите париться То вот так вот пополниться можете Вот или допустим У нас ADVOCESH есть Или PAYER есть Уже когда-то давно Где-то использовали Можете попробовать Я не использовал За них ручаться не могу Плюс там своя комиссия На пополнение этих счетов Поэтому вот такие вот Нюансы, моменты По обменникам По обменникам По обменникам Вот честно сказать Ручаться я конкретно За какой-то обменник Естественно не могу Естественно не могу Но дальше Я приведу вам Несколько примеров Где эти обменники Надежны искать В курсе Как и Другие тоже материалы Ну типа белый лист Да Типа как бинас Какие биржи можно использовать Какие в принципе обменники бывают Как их можно использовать Но вот конкретно Ручаться не могу Есть разные обменники Разный список Плюс на каждом обменнике Каждый день курс меняется Иногда я говорю Становится выгоднее Просто вот тут 3,3% комиссии заплатить Поэтому это нужно смотреть Очень внимательно Именно в тот момент Когда вы пополняетесь Я просто в этом видео Рассказываю варианты Пополнения Варианты вывода Выводить можно тоже так же Либо с бинаса сразу Либо через обменник сторонний Преимущество обменника стороннего В чем Вам физическое лицо Человек просто на карту Типа деньги переводит Типа как ваш друг Друг деньги скинул Вот Как-то так То есть В целом Вот такой вот Тут интерфейсик По обменникам По обменникам Сделаю отдельное видео Ну и отдельный списочек Что же будет